Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Можно ли несовершенного от природы человека сделать лучше? И можно ли улучшить человеческое общество? В фильме Йоргса Лантимаса «Бедные несчастные» именно эти вопросы поднимаются в первую очередь. Интерес к разного рода социальной проблематике вообще очень характерен для творчества этого режиссера. Но Лантимас обычно высказывается эзоповым языком, и далеко не всегда зрители вообще замечают эту социальную линию в его фильмах. Вот и в «Бедных несчастных» многие замечают прежде всего проблематику сексуальности и активно интерпретируют ее в духе феминизма. Но фильм Лантимаса «Бедные несчастные» на самом деле намного шире и глубже по содержанию. Его проблематика — это не только вопросы о мужском и женском в человеческой культуре, но и вопросы о сущности человека как такового и устройстве человеческого общества. «Если я знаю мир, я смогу его улучшить», — говорит главная героиня фильма Йоргса Лантимаса «Бедные несчастные» Белла Бакстер. «Нет, не сможешь», — возражает ей Гарри Эстли, «потому что в этом-то и есть вся его суть. Они оба говорят о жестокости и несправедливости этого мира». Но Белла верит в возможность улучшения и человека, и человеческого общества. А Гарри уверен, что все те, кто утверждает подобное, будь то от лица религии, социализма или капитализма, лгут. В этом кратком диалоге Беллы Бакстер и Гарри Эстли заключается одна из важнейших коллизий фильма Йоргса Лантимаса «Бедные несчастные». Гарри считает, что достаточно знать и понимать, как все устроено, чтобы руководствоваться реализмом и защищать себя от разочарования. Он говорит, люди — жестокие звери. Такими мы родились, такими и умрем. Людей и общество можно сделать лучше, не соглашается с ним Марта фон Курцрак. «Эти двое спорят, и их идеи гремят в голове и сердце Беллы, как молнии в грозу», комментирует этот спор Белла. Белла Бакстер хочет знать и понимать этот мир для того, чтобы действовать и действительно его менять. Причем, в отличие от многих других, менять мир для Беллы означает в первую очередь менять саму себя. Белла Бакстер в великолепном исполнении актрисы Эммы Стоун проходит масштабную эволюцию. В первых сценах она — ребенок, который абсолютно беспричинно в крови разбивает нос едва зашедшему в дом Максу. Чуть позже она с явным восторгом тыкает чем-то острым в лицо мертвеца. Она с детской непосредственностью и бесстыдством занимается при других людях исследованием своего тела и его физиологических реакций. А еще, не получив желаемого, Белла со звериной яростью набрасывается на своего отца Годвина. Затем происходит ряд событий, в которых Белла познает мир, взрослеет и совершенствуется. А уже ближе к финалу фильма происходит одна из самых важных и ценных, на мой взгляд, сцен. Сцена, на которую желательно обратить внимание каждому зрителю. Это небольшой диалог между Беллой и доктором Годвином Бакстером. В какой-то момент Годвин Бакстер в ответ на упреки, вернувшейся домой Беллы, говорит «Рад тебя видеть». Рассерженная, открывшаяся о ее происхождении правдой и ролью во всем том Годвина Бакстера, Белла, тем не менее, останавливается и отвечает «И я тебя». В способности произнести эти слова проявляется и окончательное взросление Беллы, и ее душевное психологическое развитие, приобретенное ею жизненная мудрость. В реальной жизни родные и близкие люди, которые в какой-то жизненной ситуации поспорили, разошлись в своих взглядах, позициях, интересах, часто не могут переломить свое раздражение или самолюбие и сказать друг другу столь важные и нужные фразы «Рад тебя видеть», а в ответ и я тебя. К этой своей взрослости и мудрости Белла шаг за шагом идет на протяжении всего фильма. В прошлом видео о фильме Йорго Салантимаса «Бедные несчастные» я уже говорила о ряде фактических и смысловых совпадений между образом Беллы Бакстер и древнегреческим философом-киником Диогеном. К уже сказанному в тот раз добавлю, что отец Диогена был фальшивомонетчиком. Отец Беллы Годвин Бакстер или Боглоу Бакстер тоже ведь занимается своего рода фальшивомонетничеством, подменяя мозг погибшей Виктории мозгом ее дочери Беллы. А еще, подобно тому, как Диоген по преданию «днем с фонарем» искал настоящего человека среди людей, Белла Бакстер на протяжении всего фильма ищет, а точнее даже создает человека в самой себе. Напомню, что менять мир для Беллы означает в первую очередь менять саму себя. Это обретение Беллы человеческой сущности и ее улучшение состоит из ряда этапов. Прежде всего, Белла открывает для себя удовольствие и впечатление не только физиологические, телесные, но и эстетические. Это эпизод в Лиссабоне, в котором отправившаяся на прогулку Белла слушает исполнение фадо. Иногда говорят и фадо. Перед этим Дункан Уэдерберн уже остудил ее горячий энтузиазм и по поводу «давай еще», и по поводу того, что она всегда будет неистово прыгать только с ним. Дункан предупреждает Беллу, что в длительном плане на него лучше не рассчитывать, поскольку он не может предложить ей ничего постоянного. Это очередное ограничение желаний Беллы. Вспомним, вначале Бакстер не выпускает ее из дома и из кареты. Затем были вызывающие детское недоумение Беллы запреты на ее так называемую работу над счастьем. А теперь оказывается, что Дункан может не все и не всегда, и это тоже накладывает на желания Беллы определенные ограничения. Но с каждым разом Белла реагирует на ограничения ее желаний все более и более сдержанно. Она взрослеет и совершенствуется в умении владеть собой. Впрочем, и свободы, возможности реагирования у нее с каждым разом тоже становится все больше. Вспомните эпизод с яростью Беллы, когда Годвин Бакстер не позволил ей выйти из кареты. Вспомните, как она сбрасывает на пол посуды со стола в ответ на запрет той самой работы над счастьем. Теперь же, когда Дункан отворачивается от Беллы со словами «давай спать», она спокойно идет исследовать окружающий мир самостоятельно. Во время этой первой абсолютно самостоятельной прогулки Беллу привлекает песня, которую женщина на балконе исполняет под собственный аккомпанемент на гитаре. Этот эпизод очень важен в истории развития Беллы. Не случайно камера так длительно сосредотачивается на ее лице. Белла впервые открывает для себя удовольствие и впечатление не только физиологические, но и эстетические. А еще это переход Беллы к умению рефлексивной, интеллектуальной, а не только простейшей эмоционально-физической реакции. Итак, Белла слушает фаду. По-португальски слово фаду означает судьба, рок, фатум. Это наиболее известный и популярный жанр португальской вокальной музыки. Фаду обычно поет один исполнитель, аккомпанируя себе на испанской или португальской гитаре. Принято считать, что характерные для фаду переживания и состояния это меланхолия, ностальгия, фатализм и разочарование. Но в португальском языке есть и специальный термин, который точнее передает состояние и настроение фаду. Это чувство саудады. Саудады обычно описывают как сложное сочетание ощущений бренности и счастья, нежной печали, тоски по-незбыточному, ностальгии. Приблизительный аналог этому понятию в английском языке – the joy of grief – радость, горе. У немецких романтиков это Seinsucht, то есть жгучая, всепоглощающая, неопределенная и ничем неудовлетворимая тоска, сильное страстное стремление к чему-то несбыточному. А в русском языке ближайший аналог португальского понятия саудады – томление духа. Томление духа о чем-то непроявленном, смутно ощущаемом, невозможном и несбыточном. Способность к томлению духа – the joy of grief, Seinsucht, Saudade – это все антологические сущностные понятия, характеризующие человека как вид, форм бытия. Причина таких переживаний – культурный разрыв, выбрасывающий человека из лона единой и неделимой природы, вынуждающий нас чувствовать некую неполноту и недостаточность. Для верующих людей это чувство переживания разрыва с Творцом, утраты связи с Богом и утраты рая. Собственно, вся целеустремленность религиозных практик заключается именно в преодолении этого разъединения. Сослушание Фаду начинается способность Беллы Бакстер к Saudade. Если раньше практически все ее жизненное пространство заполняла телесная жажда, то теперь в ее жизни появляется и место для томления духа. Со временем томление духа Беллы Бакстер становится все ясменее. Следующим заметным этапом в развитии Беллы Бакстер становится ее общение на корабле с пожилой эмансипированной дамой Мартой фон Курцрак и молодым американцем Гарри Эстли. И, конечно же, чтение серьезной литературы. Книга в руках Беллы – это произведение поэта и философа Ральфа Эмерсона. Марта рекомендует Белле почитать Готе. Между слушанием Беллой Фада и дальнейшим чтением ею серьезной литературы, появлением интереса к философии, есть очевидная связь. Ведь для того, чтобы начать думать о чем-то серьезном, размышлять, эта потребность должна быть прежде всего эмоционально, чувственно, мотивирована и выражена. Поэтому этап с переживанием Беллы и чувства Саудады был необходим и закономерен. Чуть позже Белла приходит в каюту к Гарри и говорит «Ты заставил меня думать, размышлять». Как вы могли заметить, в фильме Йорго Салантимаса «Бедные несчастные» очень много символики. После того, как в Александрии Гарри показывает Белле новый для нее аспект реального мира, Белла в отчаянии и слезах выбегает из своей условной башни и слоновой кости вниз по лестнице, ведущей то ли в никуда, то ли в море человеческих страданий. Так или иначе, чувствуя, думая и размышляя, мы рано или поздно вынуждены идти по тонкому лезвию благоговения перед красотой и совершенством мира и состраданием к нему же. Обратите внимание, сколько смысла в той заставке в желто-охристых тонах с прекрасным замком вверху и человеческими страданиями внизу. Заметьте, что лестница, ведущая вниз, во-первых, местами зияет страшными, практически непреодолимыми провалами, а во-вторых, и ведет то она не столько к страдающим людям, сколько в пучину моря. Еще одна небольшая символическая деталь. Белла впивается зубами в руку Гарри, открывшего ей всю полноту и реальность этого мира с его болью и страданиями. Вспомним, что гонцу, принявшему плохую весть, порой достается вовсе не за его собственную вину. «Моя душа смята, скомкана, подавлена после того, что я увидела», — говорит Белла. А позже в Париже Белла скажет мадам Суини, «моё сострадание переходит в то, что я назвала бы бесконечной яростью». Неистовая, но контролируемая ярость к порокам и страданиям мира становится для Беллы Бакстер важнейшей движущей силой. На этом пути Беллу ждут и ошибки, и разочарования, но и достижения. Запланированная длительность видео вынуждает меня на этом остановиться. Добавлю только, что хотя Гарри Эсли призывал Беллу не верить ни религии, ни социализму, ни капитализму, тем не менее к финалу фильма Белла остается явно дружна и близка с чернокожей социалисткой Туанеттой. Уместно заметить, что автор книги «Бедные несчастные» Алсбергрей тоже придерживается именно социалистических взглядов и убеждений. Йоргос Лантимас много общался с автором книги при создании сценария. И хотя сценарий фильма во многом существенно отличается от книги Алсбергрея, но вот такой именно сюжетный ход с дружбой Беллы Бакстер социалисткой Туанеттой вряд ли является случайным. Всего доброго и до новых встреч!